Журнал «Хлоу» в этом году 10 лет, самый стильный 9 лет. На самом деле это для самой стильной еще не круглая дата, но уже такая серьезная. А для журнала, что ни на есть, настоящий первый юбилей. Я очень рада, что сегодня мы опять собираемся, мы это делаем раз в году. И я надеюсь, что сегодня будет весело, дружелюбно. Мы сможем порадоваться за наших друзей, разделить радость победы, как это умеют делать наши иностранные друзья. Когда мы смотрим «Оскар», все улыбаются. Я надеюсь, что в этом году победят лучшие. И я рада, что долгое время руковожу этим журналом. У меня очень хорошая, сильная команда, которая сегодня помогала делать этот праздник. И на самом деле я нервничаю. Это правда. Журнал «Хэллоу» для меня – это доверие, это надежная информация и это интересный журнал. Время выхода журнала. Кому было больше, мужчин или женщин на обложке? Женщины. Макс думает, женщин. Я, честно говоря, не задумывалась на эту тему. А есть статистика? Да. Да? Если посчитать. Ну, я думаю, и женщин, да. Безусловно, женщин. Самая интересная обложка, на ваш взгляд, которая была за все время? Да, если бог памяти. Я, если не ошибаюсь, у Яны Рудковской была свадьба. Она как раз делала эксклюзив, да? Я помню вот эти яркие обложки. Что еще? Ну, твоя. Ну, моя, да. Семейная обложка, кстати, да. Это была первая наша совместная фотосессия, где я показала впервые ребенка для журнала «Хэллоу», да. «Хэллоу», «Здравствуй», «Бонжур», «Присловок», которым бы я это говорил. Ну, это приветствие, это очень добрая улыбка и хорошее настроение, что попытаемся передать. А бывает так, что номинанты журнала «Хэллоу» не совпадают с вашим мнением? Ну, вы знаете, я и не очень чувствую, что «Хэллоу» высказывает какое-то мнение. Он развлекает. В основном, конечно, это больше женская направленность. Я-то его созерцаю, то, что мне сбрасывают жена и дочь, тогда я его смотрю. А как вы думаете, кого было больше на обложке, мужчин или женщин? Давайте уже листом. «Виол! Виол! Виол! Виол, иди спасай, меня мучают, я чего не знаю. Спасибо. Скажите, Виола, самая запоминающаяся обложка, на ваш взгляд, журнала «Хэллоу». Мне кажется, их было очень много ярких, нет самой запоминающейся. Каждая обложка хороша по-своему. Если б с тобой была, я б запомнил. Наверное, да, правильный ответ. Ну, это самые свежие новости из мира кино, шоу-бизнеса. И, в общем-то, это, да, сгусток информации, какой-то такой ярко-красочный, интересный. Бывает так, что номинаты премии журнала «Хлоуни» совпадают с вашим личным мнением? Ну, не то, чтобы как-то мне хотелось когда-то возражать, вот, но я, в общем-то, могу сказать, что там достаточно большой выбор всегда. Можно обязательно выбрать. А самое необычное место, где довелось журнал читать? Самое необычное место... Мне кажется, у меня с этим вопросом очень все скучно, потому что, наверное, самое необычное место – это машина. Очень добрый, позитивный, красивый журнал с красивыми людьми и с красивыми нарядами. Замечательно. А самое необычное место, где довелось журнал читать? Самое необычное место. Наверное, в ванной комнате Когда ты лежишь в ванной Журнал очень неудобно читать Потому что бумага очень быстро намокает Но иногда так скучно Сидеть долго, рассматривать потолок Пока ты принимаешь какие-то спаваны Но иногда можно Журнал Hello, один из тех журналов Чье мнение, мне кажется, настолько важно Потому что оно не то чтобы совпадает с большинством Нет, потому что оно настолько справедливое И в нем нету какой-то журналистской желчи Или нету каких-то желтых материалов Все очень пристойно Все очень красиво Поэтому у меня ни разу не возникало никаких споров С журналом Hello, в принципе Я вообще люблю с этим журналом в отпуск куда-то улетать Когда можно его прочитать реально от корки до корки Тогда все журналы очень хорошо читаются Особенно Hello А характеризуйте журнал тремя словами Самыми такими яркими, запоминающимися И последний вопрос Качественный Интересный Модный Замечательно А как вы думаете, кого было больше на обложке Мужчин или женщин за все годы? Я думаю, что женщин Потому что они гораздо ярче и красивее, чем мужчины Скажите, что для вас журнал Hello в трех словах? Позитивный, объективный, красивый Самое необычное место, где удалось почитать журнал? В самолете Самолет, у меня там вся жизнь проходит Самая интересная обложка, на ваш взгляд? Все хороши Все хороши, на самом деле Я почему его люблю, очень красивый глянец Красивый, объективный И он отличается от всех А как вы думаете, кому было больше на обложке Мужчин или женщин за всю историю журнала? Я думаю, наверное, все-таки женщин Красивый, женщин Это хорошее чтиво с прекрасными фотографиями Которое всегда в свободное время досуга Можно достать, открыть и не слишком загрузиться Например, получить удовольствие от хороших новостей Самое необычное место, где довелось читать журнал Hello? Ой, наверное, самое... Скорее скажу, самое частое место, где я читаю Hello Это студия девчат, потому что этот журнал всегда лежит у нас на столе Чего бы вы никогда не пожелали журналу Hello? Я никогда бы не пожелала журналу Hello потерять свой шарм, утратить свой класс и перестать выходить Пусть он будет таким, какой он есть Единственный журнал, который пишет обо мне хорошие вещи И всегда красивый публикует фотографии Я за красоту, за доброту, за любовь, за мир во всем мире Вы замечательно выглядите Расскажите, а самое необычное место, где вам довелось читать журнал Hello? Ну, я его всегда читаю в самолетах, в поездах, в машине Дома, по-моему, ни разу не открывал Потому что у меня вся жизнь дорога Поэтому, ну, думаю, что для человека, который не так часто путешествует и работает Это необычно Чтобы у него были читатели, подписчики Это я желаю ему И ни в коем случае не желаю ему, чтобы настал тот день, когда скажут Никто вас не покупает, никому вы не интересны Спасибо Привет! Вот они говорят всему миру привет И мы им говорим привет Что для вас журнал Hello в трех словах характеризует? Очень свежий, очень актуальный Наполненный интересными историями, сюжетами, крутыми фотками Интересными людьми и хорошими рассказами Ну, в общем, такая отличная еженедельная книжечка, которую всегда хочется почитать А где вы чаще всего читаете книжечку? В пути, конечно же, когда есть возможность находиться не за рулем А в самолете, в поезде, будучи не за рулем, всегда могу себе позволить почитать А самая интересная, на ваш взгляд, обложка журнала Hello? Знаете, здесь очень сложно что-либо выделить Потому что, на самом деле, каждая обложка сделана в достаточно выдержанном стиле Очень вкусно всегда И всегда очень хочется купить, взять в руки, почитать, раскрыть и посмотреть, что же там внутри Это прежде всего стиль Это... Так много, я не знаю, я не знаю, что выбрать Это интерес Большое любопытство И актуальность, наверное Очень много, не знаю, это не самые главные слова, нет Самое необычное место, где я читала журнал Hello О, самолет Из... точно, из Нью-Йорка в Мексику Русский журнал Hello, причем, да Ну, это журнал очень стильный, модный, красивый И... забыл это слово... глянцевый Самое необычное место, где довелось читать журнал Где что? Где довелось читать журнал? Самое необычное место А... давайте так... под водой Замечательно А самая интересная обложка, на ваш взгляд, журнала? Со мной Что-то у меня журнал Hello Хороший журнал С хорошими картинками Рассмотреть, как одеваются наши звезды Ну, непонятно Самое необычное место, где вы читали журнал? Ммм... на лекции На какой-нибудь Или на съемках, во время съемок В кадре во время съемок, наверное, так Чтобы вы спектакли на сцене Читали и... ну, там просто у нас тоже лежает журнал по сценарию Вот, и могу в какой-то паузу, когда... чтобы не нужно сделать, затупить или делать вид, что я читаю Думаю, что я буду делать, ведь я реально почитаю Ну, почитала Самое интересное обложка, на ваш взгляд Необычное Та, которая удивляет Ну, вот, а в журнале Hello, да какая? То есть, до опыта еще не было Такая со мной будет Журнал Hello, это замечательный журнал Очень хорошие люди работают в этом журнале И вообще прекрасная команда И спасибо большое за замечательную премию Потому что каждый раз это праздник Это приветствие, то есть, понимаешь, понимаете? Да Самая интересная обложка, на ваш взгляд, журнал Hello С Сашей Савельевой и Кириллом Савельевым Да Даже не берут с Мурикой Самое необычное место, где вы читали журналы? Самое необычное? На поезде Даже самые необычные места стали давно обычным Потому что на месте еще Понятно, а часто ли не совпадает ваше мнение С мнением журнала Hello По поводу номинантов на самую стиль Конечно, но это же прикольно, когда не совпадает мнение Тогда бы, ну, гладко и гладко Дорого Модно Недоступно Недоступно Самое... Так, я могу объяснить даже, почему Ну, во-первых, под знаменами журнала Hello Собирается достаточно изысканная и модная публика Я думаю, что компания таких людей Не всем доступна в нашей стране Именно поэтому журнал пользуется популярностью Хочется почитать, что же с ними происходит Дорого Потому что все, что используем, все очень дорого А третье слово какое было? А, ну, как раз я... Было модно, дорого и недоступно, да Я думаю, по крайней мере, уже сегодняшнему дню Как нельзя лучше подходит Я бы никогда не пожелал журналу потери своих преданных читателей И я бы пожелал журналу, чтобы, несмотря на то, что век цифровых технологий Все читают с планшетом Люди по-прежнему покупали печатные издания Поскольку нет ничего приятнее, чем подержать живой журнал в руках Журнал Hello – это самый любимый журнал о светской жизни О интересных событиях, поэтому я очень люблю этот журнал Стильный, модный, популярный, красивый Самая интересная обложка, на ваш взгляд, журнала Hello? Ой, не знаю, мне кажется, все обложки у Hello действительно очень яркие И на них всегда приятно смотреть Самое необычное место, где вы читали журнал Hello? Необычное? Да, или необычное? Все обычное, в машине, в самолете, дома Нету необычных Чтобы вы никогда не пожелали журналу Hello? Чтобы у них упал рейтинг и продаж Никогда этого не пожелали А бывало такое, что ваше мнение не совпадало с мнением журналового по поводу самых стильных? Да, очень часто Я уже не помню, но было такое, когда я рассматривала конкурсы Но с кем-то я не соглашалась Но это было мое субъективное мнение Три самых ярких фоума про журналы Hello? Что для вас журнал? Смак Сжатая дозация информации И оргазм глаза Самое необычное место, где доводилось читать журнал? Полстраны это делает, шутка Да нет, как бы везде В космосе только, наверное Что бы вы никогда не пожелали журналу Hello? Наверное, потерять нюх Но там его никто не теряет, судя по всему И не собирается Мои пожелания успехов Добротность Вкус И я Везде, где написано слово Hello Все обложки хороши Самое необычное место, где доводилось читать журнал Hello? Ну, расскажи В туалете В том же туалете Тот же журнал, кстати Я читал, причем вслух Что бы вы никогда не пожелали журналу Hello? Отсутствие читателей А я думаю, что он вдруг начал называться Goodbye Было бы, наверное, обидно Самое необычное место Даже не знаю У меня вообще журнал Hello действительно всегда со мной И в каких-то полетах, и на гастролях И в поезде У нашего любимого журнала Hello Юбилей 10 лет И вот здесь аплодисменты уместны абсолютно Что-то я вот второй раз на награждениях Отсутствую в зале Вот, какая-то это, по-моему, замечательная традиция Да, приходится бежать все время на сцену Не потому, что я совсем не ожидал Ну, волнительное ощущение Коленки трясутся Да Потому что новый статус какой-то приобретаю Приятно Я очень люблю журнал Hello Во-первых, очень люблю Светочку Бондарчук И я рада, конечно, это очень приятно Когда людям тоже нравится Я рада, что именно с моим супругом мы победили Потому что мы одно целое все-таки Я счастлива, спасибо Эксклюзив Потому что, мне кажется, в Америке таких не было точно В принципе, и в России Это твоя первая социальная ряда? Это 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 мой первый Я не знаю, это неудачно Но это хорошо Это круто Это весело Это интересно Очень интересно Видно, что людям это нравится Что люди получают удовольствие от этого праздника жизни Так сказать Получают награды Все очень красивые Класс радуется Ощущения? Очень хорошее Много знакомых Много красивых людей Просто супер Вы знаете, это не очень неожиданно Хотя, судя по тому, как меня подгоняли после спектакля на эту церемонию Я думала, что, боже, неужели мне что-нибудь дадут Поэтому я быстро бежала И практически успела Я скажу так Я предполагала Потому что у меня была недавно фотосессия Именно с Пандорой В журнале Я думала, может быть Может быть, что-нибудь и получу Что-нибудь и получится Ну вот Ожидания оправдались Прекрасный браслет Моей любимой Пандоры Я в шоке, если честно Потому что совершенно неожиданный приз И в такой Супер номинации И, конечно, мне очень волнительно От того, что я понимаю, какое количество людей должно было проголосовать Чтобы сегодня я победила Поэтому я хочу сказать всем огромное спасибо Спасибо, что вы меня поддерживаете Спасибо, что вы мне доверяете Что вы такую высокую оценку даете моему стилю Для меня это, конечно, все фантастика Знаете, я себя считаю, ну, в общем-то, обычной девочкой Ну, как-то не то, чтобы... Вот, кстати, мне кажется То, что в этой номинации победил человек Который не очень серьезно относится Вообще, в принципе, к моде и к стилю Говорит о том, что, может быть, новый тренд Девочки, не гоняйтесь за какими-то брендами Или за супермодными вещами Будьте собой И носите то, что вам идет И тогда вы будете стильными Ну что, все, сегодня подошло к концу На самом деле я безумно нервничала Я даже в тот момент, когда должна была выйти на сцену И поздравить Равшану с наградой Она победила, как вы уже знаете Я прослушала именно это мгновение Практически, как Дима Билан Я хорошо, что никуда не ушла Вы знаете, вы видите только верхушку айсберга Вы видите только то, что Уже мы в конце этого года Вам позволяем неправильно, но даем увидеть Это большой труд Большой труд редакции Большой труд звезд Большой труд людей, которые делают этих звезд Поэтому, поверьте мне, что все не так просто Как это выглядит на первый взгляд Даже то, что мы сегодня такие все симпатичные, нарядные Это тоже труд наших дизайнеров Наших стилистов И мы в следующий год тоже будем стараться И обязательно через год зайдите на сайт Хлоу и посмотрите нашу церемонию Мне кажется, что мы вас не разочаруем И я искренне рада за сегодняшнюю Самую стильную Равшану На мой взгляд, она правда самая красивая Самая талантливая в этом году И вы за нее голосовали Голосовал журнал Хлоу И другие ресурсы, где было голосование В общем, спасибо вам большое Спасибо Ярно, что это такое